В столице Сербии вспыхнули протесты. Сотни человек выходят к парламенту, поскольку президент объявил о планах снова ввести карантинные меры и комендантский час из-за коронавируса. При этом демонстрации сопровождаются стычками с полицией, которая для разгона людей применяет слезоточивый газ. В среду ранения получили 43 полицейских и 17 демонстрантов. 23 участника беспорядков были арестованы. Президент Александр Вучич во вторник сказал, что из-за увеличения числа заболевших COVID-19 в ближайшие выходные некоторые карантинные меры возобновят в Белграде и других регионах. Однако в среду после того, как протестующие штурмом пошли на парламент, он отметил, что будет советовать органам здравоохранения отказаться от жёстких ограничительных мер. «Граждане Сербии, сохраняйте спокойствие и мир. Мы не допустим нестабильности и хаоса в нашей стране. Те, кто думает, что может решить проблемы путём насилия, будут привлечены к ответственности. Спасибо». Президент также обвинил в организации беспорядков радикальных националистов и иностранные спецслужбы. Он сказал, что на протестах не было слышно призывов, связанных с коронавирусом. Пришедшие скандировали политические лозунги, в частности, связанные с отделившимся от Сербии Косово. Прохожие на улицах Белграда в основном выражают недовольство планируемыми карантинными мерами. «Думаю, критическую роль сыграли планы о комендантском часе. Людям не нравится сидеть в заперти дома. Это мы уже видели в последние месяцы». В Сербии с населением в 7 миллионов человек выявили более 17 тысяч заболевших. Около 340 человек скончались. Врачи говорят, что больницы работают на грани возможностей, персонал измождён. Критики правительства отмечают, что рост инфицированных начался из-за того, что 21 июня в стране снова разрешили футбольные матчи, религиозные фестивали, вечеринки и частные собрания людей. Правительство говорит, что всему виной несоблюдение людьми гигиенических норм, особенно в ночных клубах.